Итак, дорогие друзья, всем добрый день. Мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу, которая посвящена вот такой теме – оформление статей в научных журналах. Эта встреча проводится в рамках цикла «Школа научной публикации» компании «Директ Медиа». Одна встреча у нас уже состоялась несколько ранее. Там основное внимание мы сконцентрировали на общих вопросах, на структуре публикации. Поговорили, как правильно оформлять публикации для того, чтобы их взяли в журналы, индексируемые в библиографических и реферативных базах Scopes и WebScience и обратили внимание на оформление библиографических списков, списков и источников, список наших ссылок. И сегодня мы посмотрим немножечко другой вопрос, но из той же серии. Так что тема нашей сегодняшней встречи – это оформление статей в научных журналах. Ну и прежде всего, чем отличается научная статья от статьи в любом другом журнале? Ну, во-первых, рассматривает одну или несколько взаимосвязанных проблем, посвященных той или иной тематике. И, в принципе, можно сказать, что научная статья представляет собой такое мини-исследование, полноценное мини-исследование по определенной узкой тематике. Что обязательно в этом мини-исследовании есть? Какие требования к ним предъявляются? Ну, во-первых, обязательно наличие одной тематики, не разбрасываемся на различные вопросы из разных тем. Наличие проблемы, одна или несколько взаимосвязанных проблем, но по одной теме. Научная статья предполагает изложение, обязательное изложение собственных выводов и промежуточных, либо окончательных результатов своего научного исследования, экспериментальной, аналитической деятельности. И в ней обязательно должны содержаться авторские наработки, выводы, рекомендации. Ну, и это означает, что прежде всего научная статья должна обладать таким эффектом новизны. То есть представленные мне результаты у меня должны быть ранее опубликованы. Это очень важно, особенно для начинающих авторов, на которых наша сегодняшняя встреча в основном и будет направлена. Ну, те, кто опубликуется уже давно и основательно, наверное, тоже что-то для себя ценное извлекут из тех вопросов, которые мы сегодня будем разбирать. И публикуя научную статью, автор закрепляет за собой приоритет выбранной области исследований. В этих вопросах мы на прошлом вебинаре уделили этому внимание, об этом мы уже говорили. И научные публикации в основном относятся у нас к одному из трех видов. Либо это описание результатов исследований выполненных на основе теоретического поиска, объяснений, явлений, их закономерности. Это научно-теоретические публикации. Эмпирические или научно-практические – это построение на основе экспериментов и реального опыта, изложения материалов. И третий тип – обзорное, посвященное… третий вид, простите. Это обзорное, посвященное анализу научных достижений в определенной области за последние несколько лет. Вот, казалось бы, третий вид наиболее простой. Ну что там, возьми да проанализируй. На самом деле он оказывается достаточно сложным, так как во многих изданиях, именно по материалу, по анализу материала. Во многих изданиях, которые индексируются, например, в Скопус, к обзорным статьям предъявляются очень серьезные требования. Оговаривается, например, количество источников, которые должны быть проанализированы в таких статьях, и количество их доходит иногда до 30-40. В некоторых изданиях в требованиях прямо указывается не менее 30-40 источников должно быть проанализировано, представлено, а, соответственно, они должны быть оформлены ссылки. Так что с обзорными статьями не все так просто, это не самый простой вид, наверное, научной публикации. И когда мы приступаем к работе над статьей, возникает вопрос, с чего же начать. И есть рекомендации, есть такой общий, носящий общий характер, который помогает нам выстраивать вот этот план действий. Ну, первое, выбор журнала в зависимости от наших целей. Об этом мы немножко касались на прошлом вебинаре, говорили, что нужно под наши цели и задачи выбирать соответствующие издания и высокоцитируемые журналы, индексируемые в тех же Скопус и WebScience, они предъявляют наиболее жесткие требования к статьям и процент возврата статей отказа от публикации может доходить до 94%. Поэтому нужно соотносить свой опыт, свои силы, возможности с выбором того или иного издания. Это один из критериев отбора журнала. И когда мы с выбором определились, в первую очередь мы начинаем с изучения требований к статьям того или иного издания. Но в первую очередь мы смотрим на требования по объему, технические требования к техническому оформлению, в каком редакторе оформлять формулы, как оформляются ссылки, как форматируются и так далее. И обязательно обращайте внимание на тот круг тем, которые входят в тематику данного журнала. Обычно это либо в информационном письме, либо в требованиях к публикациям в журнале указывается. На это тоже обращайте внимание. По всем параметрам журнал нам может подходить, но если мы поменяем бухгалтеров на помидоры, наверное, от этого наша статья соответствующей тематике сельскохозяйственной не будет соответствовать. Поэтому с этим тоже очень внимательно. Выбор тематики. Вот на этом этапе мы формулируем и первый вариант нашего названия или заголовка нашей статьи. Здесь стоит поразмышлять над темой, выбранной для статьи. Попробовать сформулировать первый вариант, рабочий название. И для начала на этом этапе хорошо бы пересмотреть уже имеющийся материал, подумать, как его можно использовать для написания статьи. Но при этом не забывайте, что фактор новизны, критерия новизны, материалы должны присутствовать, не используйте те материалы, старайтесь не использовать те материалы, которые уже были вами опубликованы. Если, конечно, это не требуется. В некоторых вариантах мы можем прибегать к самоцитированию, но не увлекаться этим, не повторять их. То, что уже было опубликовано в каких-то изданиях. Чем более узкая и специализирована тема статьи представлена, тем лучше. Объять необъятное невозможно, поэтому ориентируемся на то, что наша тема должна быть актуальной для науки, для данной области. И, что немаловажно, интересно вам самим. Чем вам интереснее с этим работать, тем лучше получится текст. Следующий пункт – это составление визуализированного плана статьи, а лучше визуализированного плана статьи. Набрасываем приблизительный план, думаем, как в какой последовательности изложить материал, определяемся, каких материалов нам не хватает для приведения аргументированных и полноценных доводов и выводов. И после этого можно переходить к этапу поиска, задействуем все возможные варианты – это интернет-ресурсы, архивы, библиотеки, лаборатории. Собираем все недостающие сведения, проводим недостающие эксперименты. И здесь важно обратить внимание на самые новые и самые последние публикации по вашей теме, появившиеся за последний год-два. Это научные журналы, сборники конференций, журнальные статьи, периодика, монографии вышедшие. И содержание вашей статьи должно быть актуальным и основываться в основном на последних, позднейших наработках других исследователей по этой тематике. Обработка информации, группировка, анализ и обобщение. Для лучшего восприятия проведенной работы и дальнейшей работы по написанию статьи и представлению результатов вашей деятельности. Здесь удобнее визуализировать материал, представлять его в максимально наглядной форме. Это то, о чем мы говорили и на вебинарах по разработке электронных курсов. Это же действует и для работы с публикациями в научных журналах. Схемы, диаграммы, графики, таблицы, инфографика. Это все поможет не только вам самим систематизировать полученную информацию, но и вашим читателям лучше вас понять и использовать ваш материал в своей деятельности. Это вот то, что касается обработки информации и набросков. Ну и еще одна маленькая рекомендация для начала работы над научной публикацией. Если не знаете, с чего начать писать, есть такой хороший совет. Начните писать с середины. Действительно, сначала просто запишите все, что приходит вам в голову. Не старайтесь сразу подбирать нужные слова, правильные фразы. Работа на этом этапе предусматривает решение одной задачи – это сформировать скелет вашей будущей статьи. Хорошо бы иметь достаточный запас времени, отложить написанный текст на несколько дней хотя бы. В это время наш мозг подсознательно будет продолжать трудиться. и затем пересмотрите то, что было набросано, все свои наброски, все свои записи. Продолжайте работу. Работа, как правило, идет гораздо быстрее. Такой эффект прерванного действия. Сначала напишите основную часть статьи, затем выводы введения. А после этого можно уже приступать к работе с заголовком, аннотациями и ключевыми словами. Вот сегодня мы на работе с заголовками и ключевыми словами и остановимся и поговорим о них более подробно. Но прежде чем мы к ним перейдем, я хочу вам показать несколько инструментов визуализации, которые можно использовать и применять, работая вот… Так, где у нас указка? Вот на этом этапе визуализированный план статьи, обработка информации и наброски. Вот два инструмента, которые я вам сейчас покажу, они относятся к третьему этапу составления визуализированного плана статьи и помогают все остальные этапы пройти гораздо быстрее и легче. Особенно этап поиска информации. Что искать, где искать, как искать. Вот такой первый инструмент, который я вам хочу показать, называется компас. компас, мы его разработали со студентами во время подготовки к написанию ВКР. При работе со статьями мы потом тоже с ними это попробовали. Работает, очень хорошо работает, хотя он очень простой. Это не последний вариант. Он сейчас у нас немножко доработан. Из чего он состоит? Для того, чтобы понять, какого материала мне не хватает и что мне нужно искать в тех же библиотеках, архивах, в интернет-ресурсах, что нужно добрать, мы делаем вот такую наглядную схемку. Мы использовали ее в ручном варианте, можно делать и в автоматизированном. Мы делали со стикерами. Просто брали лист бумаги, делили на 4 квадранта. П – это печатные издания. Вот все, что лежит выше этой линии горизонтальной, это печатные бумажные издания. Книги, которые можно взять в библиотеке, статьи, которые мы открывали в реальных журналах. Все, что лежит ниже – это электронные ресурсы. И вертикальная черта. Здесь мы разделили на два типа. Для печатных изданий, книги и статьи. Книги сюда относились и монографии, учебные пособия, методические, хрестоматии и так далее. И статьи из периодических и продолжающихся изданий. То, что лежит в области электронных ресурсов, пробовали сначала также делить на книги и статьи, потом пришли к выводу, что все-таки здесь удобнее и другой принцип применить. И мы разделили его на электронные ресурсы, страницы веб-сайтов, неиндексированные издания. И второе – это издания, научные журналы, электронные научные журналы, имеющие индексы ССН. Международный индекс, зарегистрированные как средства массовой информации. То есть они индексируются, они проходят как электронное научное издание, и все остальные публикации, которые не имеют этого индекса, не являются средствами массовой информации, мы размещаем вот в левой части, в левой нижней части. А дальше используем просто цветовую индикацию тех же самых стикеров, либо записей разным цветом шерифта. Например, зеленые стикеры – это учебники, учебные методические пособия по видам уже самих изданий. А синий – это монографии. То же самое мы делали, например, для статей. Продолжающиеся издания, сборники, материалы конференции, сборники трудов и периодические издания, журнальные статьи. Вот такое совершенно простое. То же самое для электронных ресурсов. Такую же градацию можно провести. Градация может быть своя. Свои обозначения вы можете вводить. Это только такой примерный набросок инструмента, очень простого, доступного и быстрого в применении, но который очень хорошо, наглядно и визуально показывает, каких источников не хватает, ради чего нужно идти в библиотеку. Если у меня недостаточно статей из сборников научных работ, то, конечно, я больше внимания буду уделять именно поиску этой информации. Если у нас в бумажной версии, в печатных изданиях преобладают учебники и учебно-методические пособия, то, конечно, мне стоит обратить внимание на подбор монографий научной литературы. То есть это такой действительно компас, который нам позволяет сориентироваться очень быстро и наглядно в том море информации, в тех разновидностях источников, которые нам необходимо искать. И, соответственно, поиск информации этот этап становится более простым и удобным. Это вот такая штука, которая здорово помогла студентам. А у нас есть требование на защите ВКР представлять таблицу с указанием количества источников по их видам, по их типам, сколько научных, сколько статей из периодики, сколько статей из сборников и научных трудов. И вот таким вот образом мы упрощаем себе задачу, во-первых, на составление такого тематического систематизированного списка источников и на работу по поиску. То же самое можно применять и при работе над статьями. Еще один инструмент, который можно использовать – редактор списков. Если не любим по каким-либо причинам такое визуальное наглядное представление информации, если нам легче работать со списками, то есть такой хороший редактор списков, которым чаще всего пользуются в качестве такого таск-менеджера, постановщика задач. Но это очень хорошее подспорье и для редакторов или писателей, для авторов статей. Вложенный списков может быть бесконечной, и это позволяет нам уже использовать его и для составления списков источников, которые необходимо найти, определять их по различным темам, и для создания второго направления, где можно это применять – создание структуры текста или документа. Называется WorkFlaumi. Можно найти в интернете. Регистрация, по-моему, даже и не требует. У меня получилось просто зайти и попробовать с ним поработать. Интерфейсы очень удобные. Предварительно есть демо-обучение. Работа с этой системой, эти списки можно сохранять. Это удобный инструмент, который можно использовать на данном этапе. И раз уж заговорили о структуре статьи, то вспоминаем, что основные части научной статьи состоят из следующих элементов. Заголовок, аннотация, ключевые статьи, день заключения основной части и список источников. И самый первый элемент в нашей структуре – это заголовок. Вот про заголовки мы сегодня поподробнее с вами и поговорим. Какие задачи призваны решать заголовок? Ну, начнем с того, что заголовок – это единственная, наверное, часть статьи, научной статьи, которая 100% точно будет прочитана. Поэтому наша основная задача, когда мы говорим об оформлении нашей статьи для издания ее и представлении в научном издании журнале – обращать пристальное внимание на заголовок. Нечасто мы это делаем. Коллеги, как вы думаете, какие задачи призваны решать в заголовок научной статьи, которую мы публикуем в журнале? Очень коротко, пожалуйста, напишите ваше предположение в чат. Спасибо, Алексей Петрович. Привлечь внимание. Информация о проблеме в статье. Привлечь внимание. Актуальность. О чем пойдет речь. На весна. Привлечь внимание для семья, а не для науки. Раскрыть суть, тему, вызвать интерес. Да, значит, смотрите, Анастасия, привлечь внимание для науки тоже бывает важно. Мы заинтересованы, ведь мы пишем статьи, мы заинтересованы еще в том, чтобы вы их читали. Во-первых. Во-вторых, есть понятие индексоцитируемости. Если наша статья не привлекает внимание, не вызывает интереса у аудитории, у той целевой аудитории, для которой она предназначена, то индексоцитируемости у нас уже и не будет. То есть элемент привлечения внимания все-таки должен присутствовать. Да, объявление, реклама. Это скорее не для научной статьи Ларисы Анатольевны объявления, реклама. Хотя здесь можно подумать на эту тему. Да, 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 разное содержание понятия привлечь внимание, согласна. Просто мы его уточняем. Это одна из задач. Действительно, мнения разделились, и то, и другое правильно. Задача очень простая. Она должна и отражать содержание статьи, и привлекать интерес читателей. Так же, как и сам текст статьи, заголовок пишется, естественно, в научном стиле. И при этом максимально корректно должен отражать ее содержание. Да, отразить смысл, привлечь внимание – это основные задачи нашего заголовка. Какие три составляющие должны быть в хорошем заголовке? Ну, во-первых, научность, интрига и поиск, ключевые слова. В заголовок желательно включать одно или несколько ключевых слов, которые относятся к сути вопроса. При публикации такой статьи в интернете или в электронном каталоге библиотеки, а сейчас в основном все переходят на электронные каталоги, заголовок с использованием ключевых слов повышает ваши шансы на то, что ваша статья будет найдена и найдена интересующимися данной проблемой. Вашей целевой аудиторией, значит, больше шансов, что она будет процитирована, а это повлияет на ваш индекс цитирования. Вот три составляющих, которые должны быть в хорошем заголовке статьи. Вопрос, который был у нас и на прошлом вебинаре. Какой длины должен быть заголовок? Ага, Анастасия, заголовок не больше 10 слов. А вот давайте сейчас посмотрим. Длина заголовка должна не превышать 10-12 слов. Статьи с более длинными заголовками цитируются меньше. Было проведено исследование Эдрианом Нейчфордом и коллегами из Уоригского университета Англии. Вот они провели такое исследование. Гигантская совершенно работа была проделана. Они сделали анализ корреляции между количеством символов в заголовке научной статьи и ее цитированием. И оказалось, что публикации с короткими названиями в среднем цитируются немного лучше, но при этом результат не зависит от популярности самого журнала. Они исследовали, провели выборку из 140 тысяч статей, опубликованных с 2007 по 2013 год. И за каждый год они выбирали порядка 20 тысяч публикаций с самым высоким индексом цитирования по версии базы Скопус. Но при этом учитывался ряд параметров и уровень цитируемости журнала, его рейтинг цитируемости. Водились определенные коэффициенты. Если интересно, подробнее познакомиться с этим исследованием, мы сейчас его разбирать не будем. Но вот здесь на слайде есть внизу указание, где были опубликованы эти данные этого исследования. Можно к ним обратиться и посмотреть. Но вот интересную вещь они выявили и задались вопросом, как же можно объяснить полученные результаты. Пришли к следующему выводу, продолжив свои исследования. Оказывается, высокоцитируемые журналы ставят жесткие ограничения на длину заголовка. Это действительно так. Поэтому, если журналы индексируются в базе Скопус или Web of Science, обращайте внимание на требования к длине заголовка либо в словах, либо в символах. Очень часто они это приводят. Длинные заголовки чаще всего встречаются в исследованиях, которые дополняют уже изученную область. А для качественно новых открытий обычно используются более короткие емкие заглавия. А так как в основном мы опубликуем новые статьи по новым исследованиям, определяя свою приоритетную область в том или ином вопросе, то, соответственно, и более короткие названия чаще используются. И короткие заголовки лучше воспринимаются широкой аудиторией, что улучшает и охват, и привлечение внимания, и увеличение цитирования. Кстати, знаете, какой самый длинный заголовок научной статьи попал в Книгу рекордов Гиннесса? Вот эта статья была опубликована на немецком языке и содержала 45 слов. Это такой факт из истории. Самый длинный заголовок больше пока еще никто не написал. Но при этом мы не говорим, что короткий заголовок – это единственный ключ к успеху. Да, но один из ключей – да. Так, людям нравятся 3-5 слов заголовки. Обычно, Анастасия, да. Две строки. Ой, Алексей Петрович, две строки – это уже многовато. Я ношу заголовка. В 17 веке любили называть книги длиной на всю обложку. Да, было такое. Максимум две строки. Нет, если посмотреть, как представляется, как выводится список статей, например, в той же Киберлининге, да, там может быть название статьи и на две строки выводится, я уже смотрю, по представлению результатов, когда наши пользователи ищут нашу статью. Но если подсчитать количество слов, оно действительно не превышает 10-11 слов. Поэтому правила соблюдаем. Но при этом мы не говорим, что короткий заголовок – это единственный ключ к успеху, скорее лишь один из факторов. Тем более, что здесь нужно учитывать и научный профиль статьи, и журнала, и имя автора, либо соавтора. Если мы говорим о привлечении внимания, если, например, статья опубликована коллективом соавторов под руководством, не знаю, Нобелевского лауреата, то по определению она, конечно, привлечет к себе повышенное внимание, даже если будет длинный заголовок. И перестараться с сокращениями тоже не стоит. Слишком стараться сократить заголовок тоже не выход, не надо бросаться из крайности в крайность. Например, в медицинском журнале две статьи, которые вошли в первую пятерку самых коротких названий научных статей. Одна она именовалась просто «близорукость», вторая – «просто корь». Вот как понять, о чем эти статьи? Непонятно, не отражают ни сути проведенного исследования, ни привлекают особо внимание и желание их прочитать. Ну, кстати, не только в зарубежных изданиях. Попалось название статьи, например. Такое моделирование, не буду говорить, какой университет, но один из известных университетов. Вот в Вестнике была опубликована вот такая статья. Вот как вы думаете, о чем это может быть? Что может скрываться? На какую тему может быть опубликована эта статья? Да все, что угодно. От модельного бизнеса до создания модели из конструктора. На самом деле, когда посмотрела аннотацию этой статьи и посмотрела текст, оказывается, это речь шла о космических каких-то аппаратах. Но вот в названии почему-то было вынесено только одно слово. Краткость, хоть и сестра таланта, но он далеко не единственная. И мы можем составить заголовок из трех-пяти слов, не ударяясь в крайности, больше 12 или из одного слова. Но она должна еще отражать суть нашей публикации. Вот, например, такой заголовок. Действие антибиотиков на бактерии. Вот и о чем эта статья? Три слова, правила соблюдены. Название не содержит мусорных слов или стоп-слов. Состоит из трех слов. Все, казалось бы, правильно. Но, естественно, что авторы не могут в одной статье рассмотреть все типы взаимодействий, всех антибиотиков, на все проблемы. Да, Анастасия, нет проблемы. Скорее всего, они ограничились каким-то определенным набором. Однако этого в заголовке никак не отражено. Допустим, что принимая во внимание это соображение и желая сделать название более читаемым, более воспринимаемым, они его заменили. Вот следующий этап. Предварительное исследование эффекта некоторых антибиотиков на разные виды бактерий. Стало ли это лучше? Ничуть. Добавились мусорные слова, которые не делают заголовок более информативным и специфичным. И если авторы исследовали один или несколько антибиотиков или там видов бактерий, то можно их просто перечислить в название. Если число рассмотренных видов гораздо больше, то тогда лучше приводить групповое название. Если поработать с этим заголовком дальше, на то можно прийти вот к таким уже более воспринимаемым вариантам, более подходящим вариантам влияния определенных антибиотиков на определенную группу бактерий. либо вот здесь как раз приведен заголовок с использованием групп. Много различных видов, но их можно объединить в одну группу, и они влияют на определенную другую группу. Если еще поработать с этим заголовком или вариантами заголовков, их можно сделать еще более точными. Если добавить, в чем заключалось действие этих антибиотиков. Вот они уже скорее результаты исследования, результаты работы, выводы авторов, которые представлены уже в самом заголовке. Поэтому, смотрите, Анастасия и уважаемые коллеги, мы можем выносить сюда не только проблему, но и отразить уже в самом заголовке, в самом названии тот результат, к которому мы в своей статье приходим, либо который мы рассматриваем. Вот это способ, как три шага, на которые мы с вами рассмотрели, как можно перейти от общего заголовка. Это может быть рабочим заголовком, рабочим названием нашей статьи, и по мере работы мы можем его конкретизировать до вполне приемлемого для публикации в научном издании. Итак, говоря о заголовках. Основные такие правила хорошего тона для заголовка. От трех до двенадцати слов, обратите внимание, без предлогов, предлоги не считаем, ни в коем случае не используем, стараемся избавляться от мусорных слов или так называемые стоп-слова, которые не приносят, не добавляют какой-то ценности нашему заголовку. И обязательно должна передавать суть и содержание нашей статьи. Вот еще один пример. Вот такой заголовок реальной статьи, опубликованной. Профориентационная работа педагога с учащимися. Вроде по количеству слов все нормально, но что-то здесь не так. Уважаемые коллеги, напишите, пожалуйста, свои предположения, что не так с этой статьей, что не так с этим заголовком. Ни о чем. Нет, как же ни о чем? Коллеги, о профориентационной работе педагога. Как это ни о чем? О чем-то? Лишнее с учащимися. Ага, с какими учащимися? Что новое? Новые учащиеся. Либо новые направления. Заголовок статьи конкретики нет. Указать особенности. Да-да-да, мы уже начали работать с заголовком по его конкретизации. Основная ошибка, которая была допущена здесь, в этом примере. Слишком общий заголовок охватывает гораздо более широкий круг вопросов, чем можно отразить в самом тексте статьи, который на самом-то деле и был отражен в тексте статьи. Заголовок должен быть максимально конкретным, совершенно верным. Да, конкретный аспект исследования не обозначен. Какие еще возможные ошибки мы можем допускать при формулировании заголовка? Не отражает сути рассматриваемого вопроса или будет читателем в заблуждении. Заголовок про одно, статья совершенно про другое. И очень осторожно с использованием сенсационных заголовков, которые хороши в новостных рекламных текстах, при публикации статей на сайтах, но для научной статей они не годятся. Не рекомендуется использовать восклицательные или вопросительные знаки в названии статей. Хотя в некоторых случаях в виде исключения это срабатывает, но, скорее всего, это срабатывает за счет наличия авторитетного автора либо соавтора. В принципе, это считается плохим заголовком. Хвосты и мышей. Да-да-да, Анастасия. Это прямо иллюстрация к последнему, к сенсационности заголовка. Возвращаемся к нашему примеру. Можете ли вы предложить свой вариант заголовка? Подсказку я вам даю. Может быть, не совсем хорошо здесь видно, но вот взяла специально скриншотом аннотация к этой статье. Получится ли у нас, исходя из такой аннотации, переформатировать каким-то образом заголовок данной статьи и превратить его в более читаемый? Даю временно подумать, Наталья Викторовна. Даже не секундочку, а давайте пару минут. Если ничего в голову не приходит, прям поставьте просто минусик, что ли. Ничего не понял. Невозможно здесь ничего переделать. Информации не хватает. Ага, спасибо, Полина Сергеевна. Ага. Ага. Не получается. Во! Смотрите, коллеги, вот вам и взаимосвязь между отдельными элементами в структуре нашей статьи. Все элементы, как отдельные части единого целого организма. Заголовок ни о чем. Анотация, в принципе, которая должна нам помочь довести наш заголовок до ума, с такого рабочего названия до вполне подходящего для научной публикации, а нам это не помогает. Да, аннотация самая общая из головок. Совершенно верно. Вы еще не видели текста этой статьи, текст показывать не буду. Соответствует полностью аннотации. А приорно работает только с учащимися. Пути улучшения результатив. Да, ну вот кто-то у нас уже, Наталья Викторовна, придумала варианты. Да, пути улучшения результативности. Накрутить из ничего статьей – это запросто. Да, только обращений к этой статье очень мало. Практически не читается. Очень общая аннотация, очень общий текст такой же и очень общее название. Вот вам, пожалуйста, по первому уже, тому стопроцентному элементу, с которым мы знакомимся, обращаясь к материалам статьи, мы уже понимаем, что статья будет ни о чем. Не только, Анастасия, с педагогическими статьями. Заголовок не просто отражает содержание, он еще должен и привлекать нашу целевую аудиторию. И вот здесь, исходя из заголовка, я понимаю, что это ни о чем. Да, читаю аннотацию, тоже ни о чем. Буду ли я обращаться к такой статье? Это, конечно, нет. На самом деле, там рассматривались следующие вопросы, которые можно выделить с большим трудом после неоднократного прочтения текста. Рассматривалось, какого возраста лучше начинать профориентационную работу со школьниками. Попытка была сформулировать задачи педагога, который ведет данную работу. И попытка выделить основные моменты, на которые следует обращать внимание, говоря о выборе профессии. Вот что с трудом удалось вычленить из этой статьи. Ага, Елена Валерьевна, спасибо. Система профориентационной работы на базе или, может быть, способы организации. Определение критериев. Да, вот поэтому мы сначала пишем текст нашей статьи, начиная с середины, потом к этому тексту добавляем аннотацию, имея при этом рабочий заголовок, рабочее название нашей статьи, а потом уже исходя из того текста, который у нас есть, доводим название до ума, привязываем его максимально к нашему содержанию. Ведь заголовок статьи – это комбинация из наименьшего возможного количества слов, опять же, помним, да все в меру, которая должна адекватно описать содержание самой статьи. Это влияет на то, будут ли читать вашу статью, не говоря уже о том, будут ли ее цитировать или нет. Да, ну вот примеры подходящих заголовков не по теме педагогики, но которые вполне можно использовать и рекомендуется использовать. Это на основе нескольких рекомендаций и методичек. Просмотрела специально, какие примеры рекомендуют. Вот примеры названий могут быть такими. И небольшое задание, которое сейчас делать не будем, но в качестве тренировки можете использовать. Попробуйте найти, да, хотя бы в той же Киберлининге, либо в других базах данных, периодических изданий, примеры неудачных и удачных заголовков. Лучше всего ориентироваться на свою тематику, сферу своих научных интересов. Просто попробуйте составить список таких примеров неудачных и удачных заголовков, а для неудачных заголовков попробуйте их переформулировать. Это такое хорошее упражнение, которое помогает тренировка, которое помогает нам научиться создавать очень быстро, практически на автомате, хорошие, качественные заголовки для своих статей. И еще один вопрос, который у нас возник на прошлом вебинаре, касался ключевых слов. Я помню, кто-то из участников спрашивал, и кто-то из библиографов поддержал по тому, как оформлять ключевые слова, как их записывать, есть ли здесь какие-то правила или нет. Ключевые слова связаны напрямую и с аннотацией, и с заголовком, и с текстом нашей статьи. Еще одно подтверждение тому, что все элементы взаимосвязаны. Значение слов и порядок слов в заголовке важны не только для читателей, которые видят заголовок в содержании очередного номера журнала и тех, которые узнают о статье из вторичных библиографических источников. Например, из реферативных журналов, из электронных каталогов. И большинство современных капитализированных библиографических систем, осуществляющих задачи реферирования, используют ключевые слова. Поэтому быть или не быть ключевым словом в заголовке решать, конечно, автору, но библиографы рекомендуют и так отзываются, что неплохо бы, если бы автор будет использовать такие ключевые слова прямо в названии статьи. В этом случае больше вероятности, что ваша статья попадется на глаза потенциально заинтересованному читателю. И это особенно важно для начинающих исследователей, потому что для авторитетных авторов даже если 45 слов будет в названии, все равно прочитают ориентирующие. ариентируясь на его имя. Если вернуться к тому примеру удачных сголовков, которые у нас уже было, если посмотреть, здесь из них очень легко можно выбрать большое количество словосочетаний либо слов, для использования в качестве ключевых. хотя название чаще всего формулируется уже после того, как статья написана, еще раз вспоминаем, что рабочее название мы формулируем в процессе работы и в самом начале хорошо бы его уже иметь, постепенно дорабатывая. По ключевым словам. Вот в настоящее время индексирование ключевых слов стало таким обязательным элементом в технологии библиотечных информационных систем. И в то же время это вопрос достаточно сложный, такое узкое место для библиотек, недостаточно методических материалов, регламентирующих материалов, если сказать точнее, то они практически отсутствуют. И поэтому библиотеки пытаются найти выход из создавшегося положения, разрабатывают свои методики на основании собственного опыта работы. Рассматривать их можно в качестве рекомендаций, так как пока не было проведено хороших таких полноценных глобальных исследований, предпочтений пользователей, которые можно использовать при составлении такого тематического предписания в библиографических базах данных. Поэтому подобные пожелания разработки можно использовать только в качестве рекомендаций. В основном выбор ключевых слов и форма их представления определяются по наитию и часто не связаны ни с какими правилами. Это присутствует и в библиотеках, что уж говорить об авторах статей, которые должны подбирать ключевые слова к своим статьям. Откуда можно брать ключевые слова? Посмотрев несколько методик, касающихся вопросов по составлению и представлению ключевых слов для электронных каталогов библиотек, мне удалось вычленить вот такую рекомендацию. Первое – это смысловой анализ документа. Из него выбираем ключевые слова. И некоторые области, в которых мы можем эти ключевые слова поискать, они должны быть представлены в нашей статье. Во-первых, это объект исследования, цели исследования. Можно добавить сюда еще предмет исследования, характеристики объекта, какие методики применялись, ну и можно добавить еще результаты. Каким результатом мы пришли? Это может быть такой подсказкой, откуда брать ключевые слова, как их составлять. Вот это желательно, чтобы в составе ключевых слов, в списке ключевых слов присутствовало. Был вопрос у нас и по количеству ключевых слов. Считается достаточным 6-8. Мы проводили такой кранфилдский эксперимент, который показал это Технологический университет Великобритании. Вот там проводился этот эксперимент, который показал, что при увеличении количества терминов и ключевых слов от 3 до 8, эффективность поиска увеличивалась с 65% до 81%. Практически на 20% повышается шанс быть найденным, прочитанным и процитированным. Количество ключевых слов. Обращайте внимание, когда будете работать с конкретным издательством, с конкретным изданием. В некоторых изданиях оговаривается необходимое количество ключевых слов либо верхняя граница. На это тоже нужно обращать внимание. Будет ли это одно слово либо словосочетание, выбирать вам и то, и то допустимо, но словосочетание не больше 2-3 слов. Есть такая рекомендация, ограничиваться, не брать слишком большие фразы. Был у нас такой вопрос на прошлом вебинаре во множественном или в единственном числе указывать ключевое слово. Асфальтобетонное покрытие или асфальтобетонное и автодорожное покрытие или автодорожное покрытие. Что по этому поводу можно сказать? А вот есть такое правило. Правило-рекомендация. Соблюдая, во-первых, при формировании ключевых слов употребляется и то, и другое, и единственное, и множественное число. Соответственно, ориентируемся на нормы русского языка. Термины, которые используются в литературном языке только в единственном или только в множественном числе, соответственно, также используются в той же форме. Если термины в общей литературном языке употребляются и в единственном, и во множественном числе, то предпочтение отдается все-таки множественному числу. Поэтому, если у вас идут автодорожные покрытия или автодорожные покрытия, выбирайте множественную форму. Еще один вопрос, который связан с ключевыми словами. Эти рекомендации были составлены, кстати, по рекомендациям составления ключевых слов для электронных каталогов библиотек. То есть так они существуют в электронных библиотеках и чаще всего так они будут вноситься в базу данных, так они будут искать, выявляться. Поэтому на них можно ориентироваться. Инверсия. Обычно ключевые слова даются в неинвертированной формулировке. Вот как написано, так и есть. Автодорожное покрытие значит автодорожное покрытие. Но есть исключения, когда мы эту инверсию используем. Их три. Если словосочетание, ключевое слово представлено словосочетанием, главное слово – это общенаучный термин, то на первое место в таких словосочетаниях выносится определение. Не теория вероятности, а вероятность и теория, и не культ змеи, а змеиный культ. Второе – это словосочетания, в состав которых входит имя собственное. Имя собственное ставим на первое место. И если есть изменяющиеся числительные, то рекомендуется вот в таком виде их записывать. Имена собственные. Если они у вас есть в тексте статьи, если они присутствуют у вас в аннотации, если на этом построена вся ваша статья, обязательно выносите в ключевые слова. По тому же принципу, как и оформление сведений об авторе в библиографических описаниях, в ссылках сначала идет фамилия, потом следует инициалы, либо имя. Но после инициала в точку не ставим. Вот это отличие и рекомендация при выборе собственных имен в качестве ключевых слов. После него, посмотрите, в списке ключевых слов будет идти имя собственное, после этого ставится запятая и дальше идут другие ключевые слова. Обращайте внимание по поводу точка запятой, либо запятая, как отделяются ключевые слова. В некоторых изданиях есть требования. Чаще всего используется запятая, но иногда требует точку запятой. Это связано с автоматическим вводом, созданием той самой реферативной базы электронной. Разные требования существуют в разных системах, поэтому иногда требует точку запятой. На это тоже, пожалуйста, обращайте внимание. Так, Лариса Николаевна, помогите, пожалуйста, сформулировать заголовок. Библиографические ресурсы сайтов муниципальных городских библиотек. Лариса Николаевна, напишите, пожалуйста, в личку мне свою электронную почту. Попробуем мы с вами сформулировать этот заголовок. Рината Рауфовна, почему не риски? Не рекомендуется. Но смотрите, нужно посмотреть, используется ли это, обратиться к словарям и справочникам, обратиться, посмотреть к нормам русского языка, допустимо ли такое использование слова и во множественном числе, если допустимо, то в каких случаях, и после то… Да, да. Риски. Надо посмотреть, надо проверить его. Чаще всего используется единственная форма. Проблемы. Задачи использования, Алексей Петрович. Проблемы задачи использования – это про что? А, как варианты, все, поняла. Да, возможно, возможно заменить. Пожалуйста, Анастасия. И в заключении я вам хочу показать, мы подошли уже к заключению нашей сегодняшней встречи, мы поговорили про заголовки, мы поговорили про выборы и рекомендации, касающиеся ключевых слов, и еще хочу вам показать проявление. Это инструмент, который помогает нам определять вот те самые мусорные слова, либо стоп-слова, которые нельзя или не рекомендованы использовать в текстах, которые не несут никакого смысла и служат только балластом. Но вот два самых простых ресурса, которыми наверняка пользуетесь. Если не пользуетесь, то вот ссылочки здесь я вам покажу. Один из них так и называется «Стоп-слов». «Стоп-слов нет». Помогает проверить текст на наличие таких слов. В том числе можно и заголовки проверять. Чем он удобен? Здесь возможность очень простая. Загоняем свой текст, проверяем. Он нам их выдает. Имеем возможность откорректировать. И есть еще список таких стоп-слов, часто встречаемых. Если нажать по этой кнопочке, то он нам этот список выдаст. Это еще не все. Можно его открыть. И самое главное, этот список еще и пополняем. Ссылочка здесь есть, и она активно, можно перейти к этому ресурсу. И второй ресурс, часто используемый и рекомендуемый, «Глафред». Ресурс для работы с текстом. Также помогает и при работе по выявлению стоп-слов или мусорных слов. И в наших заголовках, и в аннотациях, и в тексте работы. Но внимательно читайте, для каких текстов он не подходит. Если у вас идет анализ художественной прозы, то вот эти кусочки лучше сюда не вставлять. Иначе он их воспримет по-своему. Для определенных терминов он может показывать как ошибочные, используемые в той или иной науке. На это тоже нужно обращать внимание. Но большую часть таких мусорных слов с его помощью можно выявить. Сделать это достаточно просто и быстро. Итак, коллеги, мы сегодня с вами добрались до завершения нашей сегодняшней встречи. Я благодарю вас за сегодняшнее участие, за активную работу наших участников, за обсуждение, вопросы. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста, в чат. Если вопросов нет, всем большое спасибо. Надеюсь, что сегодняшняя информация вам поможет при подготовке статей, сделает этот процесс более легким, удобным, комфортным. Инструменты берите и приходите на наши следующие вебинары из нашей серии. Ближайшее будет 29 ноября, планируется, по работе с электронными курсами, продолжение цикла наших вебинаров. Кстати, вот те вопросы по поводу заголовков, ключевых слов, которые мы сегодня разбирали, они могут пригодиться не только при оформлении научных статей, но и при работе, например, с заголовками или с названиями модулей в электронных курсах. Если кто-то занимается дистанционным обучением, вот эти правила можно брать и применять. Такие универсальные подходы. Приходите, рады будем вас видеть. Алексей Петрович, подсталкивание к слову спаек в мозгах, криволицам вообще-то не призывал. Но если бы пособствовало, это хорошо. Хорошо, коллеги, всем большое спасибо, удачного завершения недели. Я отключаю вещания, но какое-то время еще побуду в чате, так что если какие-то вопросы, комментарии, пожелания возникнут, пишите, я их увижу, вам отвечу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за просмотр! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...